День Республики День Республики День Республики Руководство Воздушной Гавани ведет активные переговоры с авиакомпаниями и прорабатывает вопрос по открытию рейсов в Сочи и Казань. Аэропорт соответствует всем требованиям стандарта. Отмечу, что самолет Red Wings прилетает в подмосковный аэропорт Жуковский по вторникам и пятницам. С 16 июня начнет полетную программу Аэрофлот. Национальный перевозчик будет доставлять пассажиров из Элисты в столичный хаб Шереметьево по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Из самого аэропорта в Элисту будет курсировать общественный транспорт. Конечная остановка гостиница. В 2001 году у нас пассажиропоток составлял 97 тысяч пассажиров. Сейчас мы эту цифру хотим превзойти. Дополнительными рейсами, дополнительным пассажиропотоком. Как мы сказали, у нас увеличилась пропускная способность. Соответственно, мы это можем делать красиво, в правильных технологиях, не спеша, со всеми уровнями безопасности. Полет прошел прекрасно, меньше по времени, нежели было заявлено. А так, нет, прекрасно, удобный самолет, все хорошо. Намного лучше, чем ездить через Волгоград. Комфортно, да, самолет отличный. Летел, по-моему, сухой суперджет. В общем, довольно удобно. Первая ласточка. Да, первая ласточка к налаживанию отношений к миру, к счастливой и новой жизни, да. Показатели социально-экономического развития региона улучшились. Об этом заявил вице-премьер республики, министр финансов Калмыкия Чершургучей в ходе публичных слушаний по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Он отметил, что своевременно принятые меры по поддержанию экономической стабильности способствовали достижению успешных результатов в отчетном периоде. Таким образом, доходы, полученные за прошлый год в сравнении с 2022 увеличились на 32% и впервые превысили отметку в 15 миллиардов рублей. Такой показатель вице-премьер назвал беспрецедентным для региона, и Калмыкия вошла в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации и заняла лидирующее положение в Южном федеральном округе. Также Шершургучей рассказал о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития. Особую роль в ней отвели поддержки бизнеса, в результате чего на 70% выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Создано свыше 2000 рабочих мест, запущено более 150 инвестиционных проектов почти на 6 миллиардов рублей. Также ведется строительство агропромышленного парка. Значительный рост актуален и для налоговых доходов. Они в сравнении с 2022 увеличились на 32%. Зампред сообщил, что структура расходов традиционно сохранила социальную направленность и составила более 60%. Приоритетом бюджетной политики является реализация национальных проектов. Больше половины выделенных средств ушло на создание комфортной и безопасной среды для жизни людей при реализации нацпроектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология». На сохранение здоровья и благополучия жителей республики в рамках проектов «Демография и здравоохранение» выделено 1,1 миллиарда рублей. Отремонтированы 16 отрезков автомобильных дорог и 8 мостов. В сравнении с предыдущим годом финансовая помощь муниципалитету увеличилась на 7% или более 620 миллионов рублей. Традиционно после представления доглада шло активное обсуждение. Участники публичных слушаний смогли задать вопросы руководителю профильного министерства. Они касались сельского хозяйства, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Практика проведения публичных слушаний у нас началась с 2021 года. Мы начали как раз в мае 2021 года и рассматривали исполнение бюджета за прошедший 2022 год. Публичные слушания проводили для того, чтобы, в первую очередь, обеспечить открытости, когда мы можем в присутствии и с участием наших жителей обсудить итоги исполнения бюджета и рассмотреть, какие у нас имеются вопросы, проблемные вопросы. В целом, сегодня мы рассмотрели итоги исполнения бюджета за 2023 год. Если брать, наверное, в целом говорить, то достаточно у нас много позитивного, если вот на таком сухом языке цифры. Но если мы говорим о публичных слушаниях за 2023 год, это ежегодно, это планово, это уже такая необходимая вещь. Очень много вопросов возникает у общественности ввиду разных событий, ввиду разного того, что не всегда могут прийти на заседаниях Урала. То, что мы разбираем на комитетах совместно с Министерством финансов, с правительством, конечно, это вытекает все в такой хороший ежегодный отчет, развернутый для всех групп населения, могут прийти, поучаствовать, услышать, задать вопросы. Это очень полезная практика. Почему? Потому что у широкой общественности есть возможность прийти, заслушать, задать вопросы интересующиеся. И самое главное, что министра финансов нашего всегда приходит поддержать и профильные министры. И ответы получаются объемные, детальные и, как правило, исчерпывающие. Прокуратура Приютненского района выявила нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. В нарушении требований федерального законодательства сторонами было заключено дополнительное соглашение, изменяющее существенные условия контракта в части авансирования работ. В этой связи прокуратура района в отношении представителей подрядчика и заказчика были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это изменение условий контракта, которые были направлены для рассмотрения в управление Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, прокуратурой республики в арбитражный суд Республики Калмыкия было направлено исковое заявление о признании пунктов дополнительного соглашения, изменяющих существенные условия контракта, недействительными. Поддержать местных предпринимателей и производителей – такова цель проведения строительно-интерьерной выставки, которую провели в спортивном комплексе «Аэрот-Арена». Всего участие приняли 17 компаний в сфере строительства, ремонта, архитектуры и дизайна. Это производители мебели, кирпича, строительных материалов, представители агентств недвижимости, дизайнеры и многие другие. Все они представили посетителям экспозиции товаров, провели мастер-классы, консультировали по тому или иному вопросу. В ходе выставки жители Калмыкии смогли узнать, как просто, доступно и красиво можно создавать интерьер у себя дома. Такое масштабное мероприятие организаторы планируют сделать ежегодным. Цель такая, чтобы наших местных предпринимателей и производителей поддержать в первую очередь и, конечно же, показать им новый уровень продвижения, чтобы расширялся ассортимент, чтобы люди вообще познакомились. Очень многие, оказывается, не знают о существовании компаний, которые здесь. Чтобы ремонты проходили просто и удобно. Эта выставка интересна для всех, кто собирается строить, кто либо сейчас в ремонте находится, либо планирует покупку жилья. Ну и к нам, в принципе, приходят просто люди, которым интересны какие-то события. 135 детей закончили учебный год в детском университете Калангу «Старт. Будущее». На базе медицинского факультета прошел выпускной воспитанников. В минувшем учебном году 22 группы познавали знания по различным направлениям. Санятия вели преподаватели опорного вуза республики. Напомню, детский университет открыл свои двери в сентябре 2018 года. За 6 лет работы обучения прошли более 700 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Детский университет распахнул свои двери еще в 2018 году. И за этот период прошли обучение у нас 700 ребят со всей республики. И в этом году, в текущем учебном году, у нас учатся 135 ребят, сформированы 22 группы. И сегодня мы выпускаем очередных наших выпускников, которые прошли обучение по программам общеобразовательных дисциплин. С нашими ребятами работают лучшие преподаватели университета, которые являются экспертами ЕГЭ. В Элисте прошел двухдневный семинар профилактика деструктивного поведения для руководителей средних дошкольных образовательных учреждений, психологов и социальных педагогов. При поддержке уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка и правительства Калмыкии данные мероприятия по охране здоровья несовершеннолетних прошли под кураторством президента благотворительного фонда по профилактике суицидального поведения «Выход есть всегда» Михаилом Хасминским. Деструктивное поведение – это поведение, которое отклоняется от общепринятых норм. По словам организаторов, деструктивность неизбежно присутствует у каждого индивидуума. Однако она обнаруживается, как правило, в переломные периоды жизни. Прежде всего, это относится к подросткам. Мы говорили о профилактических аспектах суицидального поведения. То есть, к сожалению, бить по хвостам – это не решение проблемы. То есть, если уже суицид совершился, уже человек хочет его совершить, это уже довольно запущенный случай, когда должны вступать очень узкие и очень профессиональные специалисты. А вот что касается широкой профилактики формирования антисуицидального мировоззрения, вот это мы и обсуждали. То есть, это первично, что должно быть, чтобы это не случилось. То есть, я сама сижу в зрительном зале и чувствую ту атмосферу, которая как раз среди слушателей. Это колоссальное такое знание о спокойствии. После семинаров наступает спокойствие от того, что находишь ответы на многие вопросы. Я думаю, что специалисты, работающие, а это порой бывают очень сложные вопросы, работающие как раз в этом направлении по деструктивному поведению, они находят эти же ответы и, соответственно, становятся легче и будут работать более профессионально. Ансамбль «Тюльпанчик» налаживает связи. В этом году прославленный коллектив заключил сотрудничество с Российским Домом народного творчества имени Поленова. В рамках этого сотрудничества коллектив отправится на международный фестиваль «Наристэ», который будет проходить в столице Кыргызстана Бишкеки. Открытие фестиваля состоится 31 мая. По словам руководителя ансамбля Людмилы Толкачевой, программа фестиваля обещает быть насыщенной. В его рамках будут проходить различные конкурсы, дискотеки, поездка в горы, а также встречи в школах и детских домах. Закрытие фестиваля состоится на озере Иссыкуль. Творческий коллектив выступит с премьерой танца «Айратские наездницы» на музыку Бориса Очкаева. В работе над постановкой также приняли участие народный артист России Валерий Ирниев и директор Калмыцкой государственной филармонии имени Манжиева Анна Очкаева. В апреле 2024 года в городе Листа проходил межрегиональный детский хореографический фестиваль при участии коллективов из Адыгеи, Краснодара и Екатеринбурга. Первый день проходили мастер-классы по народным танцам, по адыгскому, по казачьему, по русскому и по калмыцкому танцу. А второй день состоялся галоконцерт на главной площади Листа, площадь Дружба. При участии коллективов было здорово. Мы получили также приглашение на участие в концерте совместном с ансамблем «Цветы Урала» в городе Екатеринбург, куда мы отправимся в декабре 2024 года. За годы существования прославленного коллектива сменилось не одно поколение танцоров. Ближайший набор на новый учебный год ансамбль планирует провести 10 июня. Хореографы заботятся о развитии творческого потенциала молодежи калмыкии, знакомят их ближе с искусством родного края и культурами других народов. Ежегодно воспитанники демонстрируют высокий уровень мастерства и прославляют республику в России и за ее пределами. Каждое выступление для нас – это шанс показать себя, познакомиться с новыми людьми или узнать больше о местной культуре или истории этой страны или региона, неважно, куда мы едем. И мы всем ансамблем стремимся к тому, чтобы не только понравиться зрителям, но также, чтобы наши выступления оставались надолго в их памяти. Передать свою культуру через танцы, песни и народные обычаи. Конечно, в первую очередь мы хотим насладиться красотой и разнообразием народного творчества их, потому что именно творчество раскрывает в наших сердцах добро, красоту и счастье. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке vptv.ru.ru, на сайте klantv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня всего. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин